Как преподавать историю? Мастер-класс Александра Чубарьян, академика Российской Академии Наук, директора Института Всеобщей Истории Российской Академии Наук. Здравствуйте. История переживает сегодня некий такой общественный бум. В России, да и во всем мире, огромный интерес самых различных слоев населения к исторической проблематике. Иногда задают вопросом, чем это вызвано? Почему такой интерес к истории? Причем не только профессионалов, и я бы сказал, даже не столько профессионалов, сколько людей самых различных профессий. Для кого-то это будущая профессия, для некоторых это просто интерес к прошлому. Но есть еще один аспект, который интересен для всех. Люди ищут в истории аналогий и параллели с сегодняшним днем. Их интересуют те жизненные ситуации, которые были в прошлом, перенося как бы их на современную жизнь. Все это вместе создало такую ситуацию последние 10 лет примерно, что во всем мире огромный всплеск интереса к этой специальности, к этому предмету. Если сопоставлять количество книг, выходящих в мире, возьмем по гуманитарным дисциплинам, то история, конечно, принадлежит, я думаю, первое место. Есть такая же сфера, как историческая билетристика. Это романы, это произведения, иногда чисто исторические хроники, иногда художественные произведения, посвященные историческим сюжетам. Все вместе взятое создает этот фон, на котором происходит интерес, формируется интерес к истории. История имеет еще один аспект. Не только познавательный, но и воспитательный. Во всем мире сейчас очень широко обсуждаемая тема, какие ценности сегодня исповедует человечество, какие нравственные ориентиры оно имеет. Люди озабочены самых разных профессий в значительной мере снижением интереса к этим ценностям, утраты морально-нравственных, этических норм и вообще к интересу к духовной жизни. И в этой ситуации воспитательная функция исторической науки и истории как предмета неизмеримо возрастает. Вот этот комплекс может быть дополнен еще двумя вещами. История как средство воспитания патриотизма. Интерес к истории в каждой конкретной национальной стране способствует любви к стране, гордости за нее. Что включает в себя патриотизм не только понимание достижений, успехов, но и понимание трудностей, которые были на пути того или иного государства, ошибок, даже преступлений. История, кроме того, выступает как средство воспитания не только патриотических, но и гражданских чувств. Наша страна сейчас занята поисками путей для формирования гражданского общества в России. И воспитание человека патриота и одновременно гражданина, который понимает значение общечеловеческих ценностей, таких как права человека, проблемы свободы, демократии. Это тоже в большой мере историческая тема. То есть история призвана способствовать и этому. История имеет и прикладной характер. Вот иногда спрашивают, сейчас, когда идет некоторая, по-моему, большая недооценка идет в стране, может быть, даже во всем мире, гуманитарного знания, в том числе и истории, то можно слышать такие разговоры. А, собственно, в чем прикладной смысл истории? Когда мы сейчас решаем такие сложные, важные экономические проблемы, социальные задачи, что дает увлечение историей? Я недавно был на одном почтенном собрании, где один уважаемый человек убеждал сообщество, которое там сидело за столом, что, в общем, в условиях важности и ограниченности наших ресурсов нужно создать некие приоритеты. Он сказал, вот очень важно, конечно, изучать, предположим, историю Великой Отечественной войны. Но зачем нужна сегодня древняя история? Кому нужна античность? Или, как он сказал, история древнего Египта? Это такой узко, я бы сказал, узковедомственный подход, конечно. Он ставит задачу, что история – важный инструмент для формирования вообще культурного и образованного человека. Человек, который хорошо знает историю, он уже подготовлен к тому, чтобы быть действительно примером культуры и образованности. Вот все это вместе создало, я повторяю, ту основу, на которой формируется современный интерес к истории. Возникает вопрос, как лучше всего доводить эту историю до широких масс населения. Проще говоря, как преподавать историю, как учить истории ей. Мы создали два года назад ассоциацию учителей истории российскую. И провели в начале марта 2011 года первый съезд учителей истории в Москве. А на прошлой неделе в Москве был второй съезд учителей истории. Было до тысячи человек из всех регионов Российской Федерации, на которые мы обсуждали вопросы, в частности, связанные с улучшением школьного исторического образования. Я бы сказал так. История воспитания истории начинается еще до школы. Начинается в семье. Когда молодой ребенок, он учится читать, писать, то в числе прочих сюжетов, которые ему прививаются, есть уже и некие общие представления об истории страны, особенно в которой он живет. Начальная школа у нас построена так, что люди получают представление самые общие, что такое гражданин, это называется граждановедение, что такое страна, в которой он живет. Но уже с пятого класса начинается конкретное изучение истории. Россия единственная страна в мире, единственная, в которой изучается не только национальная, отечественная, российская история. Американцы заняты в основном историей Соединенных Штатов. Другие события их интересуют по сток поскольку. Только в связи с, если это касается истории Соединенных Штатов. В Европе то же самое. Изучается, может быть, история Второй мировой войны, Первой мировой войны, какие-то общеевропейские конгрессы и что. Но в целом это все-таки сугубо национальная история. Поэтому, я думаю, что неудобно говорить о невежестве, но поэтому по всем опросам молодое поколение в этих странах мало что знает, что происходило в мире, не в их стране. Есть даже такие парадоксальные, какие-то чудовищные примеры, что школьники не знали, когда началась Вторая мировая война. Были очень удивлены, когда шла речь о том, что основные силы, скажем, нацистской Германии были разбиты на Советско-германском фронте. Но есть и другие вещи. И это проистекает в большой мере из-за узости школьного исторического образования в этих странах. Повторяю, но имеет сугубо национальный аспект. Он, конечно, хорош для патриотизма. Американские школы начинают каждый день урок с поднятия флага в школе и исполнения государственного гимна. Это неплохо. Но вот такая чрезмерная концентрация только на изучении своей страны, мне кажется, сужает возможности для образования и просвещения молодого поколения. В нашей стране, в школе, в равных объемах дети получают сведения об отечественной истории и о всеобщей истории. В принципе, это прекрасно. И когда спрашивают насчет античности, то я всегда говорю, античная цивилизация породила в значительной мере современную культуру. Греция и Рима цивилизации, они создали современный культурный облик Европы. Не говоря уже об архитектуре, не говоря уже о прочих атрибутах и современной жизни. Существенный вопрос очень, как возник у нас после 91-го года. До 91-го года в советское время преподавалось, если говорить о школе, история преподавалась по учебникам, которые были утверждены министерством тогдашним. Но это был один учебник. Для каждого класса он, конечно, отличался, но в целом это был один нормативный учебник. Я думаю, что одним из главных достижений нашего периода после 91-го года, всей российской жизни, это так называемая вариативность учебников. То есть, что учитель может выбрать разные учебники и использовать их в своей работе с ребятами. Правда, как иногда все бывает в жизни, доброделие оборачиваются своей противоположностью, так и здесь. Сегодня у нас примерно утверждено министерством до 160 учебников для школы. Это очень много. И думать, что учитель может отобрать, выбрать из них что-либо, это профанация. Он не может их купить, он не может заниматься, он должен преподавать, а не заниматься сравнением учебника Иванова, Петрова, Сидорова. Поэтому, я думаю, что одна из задач, которая стоит сегодня перед историческим образованием для школы, это некоторое уменьшение количества учебников, но обязательно надо оставить, чтобы в распоряжении учителя было несколько вариантов. Вторая сложность стоит в том, что эти учебники отличаются друг от друга не только внешним видом, не только подбором фактов, не только такими дидактическими атрибутами, но и оценками. История вообще, как наука, это сложное и увлекательное дело. Когда-то один из самых крупных специалистов европейских, английский историк, занимающийся историей России, написал, «Историй столько, сколько историков». Это, конечно, преувеличение, но в этом что-то есть, имея в виду, что каждый историк отбирает факты, которых тысячи, многие сотни тысяч, уже сам выбор фактов уже предполагает некую субъективность, его личные пристрастия. И дальше он дает этим фактам свою интерпретацию. В этом смысле каждый учебник истории несет на себе печать автора. И для учителя становится очень сложным современного. Как из этой суммы разнообразных оценок выбрать то, что он будет преподавать? Конечно, учитель имеет и свою собственную точку зрения. Поэтому вот в школьном историческом образовании есть учебник, учитель, есть родители дома, семья, в которой дети получают представление об истории. И, наконец, наши взрослые дети сегодня, они проводят значительный час времени в интернете, из которого они черпают те знания, которые они хотят получить, которые тоже очень часто не совпадают с тем, что он читает в учебниках, отличаются от того, что ему рассказывает учитель. И это создает довольно такую пеструю картину преподавания истории в средней школе. У нас сейчас в российском обществе очень принято, это считается признаком хорошего тона, ругать учебники истории. Сейчас учебники истории экспертизу проходит в Российской Академии Наук. В частности, в институте в моем всеобщей истории и в институте российской истории. Смею уверить аудиторию и всех, кто меня слышит или смотрит, что мы, конечно, никогда не пропустим учебник, который просто искажает и фальсифицирует историю. Но мы считаемся тем, что есть, когда мы даем отзывы на учебники, что они дают разные интерпретации. Ну, когда есть разные интерпретации событий средних веков, древней истории и даже 19 века похода Наполеона на Россию, то это можно спорить по этому поводу, но это не сильно влияет на духовное воспитание, на воспитание наших детей. Но очень большая сложность стоит в том, когда речь идет о разных оценках событий, которые имеют ключевое значение для нашей страны. Поэтому я всегда призываю, я тут как-то собирал даже авторов учебников, чтобы найти какой-то консенсус, какое-то понимание, что есть некоторые сюжеты, которые требуют все-таки более-менее совпадающих позиций. Их не так уж много. Я называю это так называемые болевые точки исторической науки, истории, по которым желательно выработка какой-то общей позиции. Вот сейчас в этом году был год истории, важнейшее событие, которое отмечалось 1150 лет древнерусской государственности. Были очень много вышла книг, были прекрасные конференции, встречи. Мы провели конференцию под определенным названием «Формирование древнерусского государства в европейском контексте». Учитель знает, что идут большие, шли большие дискуссии о происхождении древнерусского государства, роли Рюрика, пришедшего из Скандинавии, из Норвегии в Древнюю Русь, формируя государство. Были, даже у нас, сформировались у нас норманисты, антинорманисты. И вот на нашей конференции мы постарались показать, что этот процесс был общий. Те же самые норманны, викинги, которые приходили в Русь, они приходили в Англию, формируя английское государство, они приходили в современную Францию, Германию, не говоря уже о Скандинавии. Значит, это был общий процесс. И очень важно в учебнике показать, вне зависимости от интерпретации разных фактов, показать вот эту картину, где пришедшие со стороны деятели сливались, адаптировались, ассимилировались с местным населением. И таким образом формировался вот этот древнегосударственный общество. Рюрик не назвал это государство скандинавским, все-таки назвал его славянским, русским, русским. И, в общем, здесь уже теперь уже доказано, археологам здесь была своя жизнь, здесь было государственное устройство, общественное устройство. И это очень принципиальный момент, по которым, конечно, желательно иметь учебник, и это надо добиваться какого-то определенного единства. Россия имела общие со всем миром, со всей Европой процессы формирования сословно-предсоистических учреждений, что раньше не сильно фигурировало в учебниках. Были французские генеральные штаты, английский парламент, а в России это были земские соборы, которые, в общем, отличались, конечно, но, в принципе, это была то же самое система сословного представительства. Было неплохо это показать в учебниках. Когда мы говорим об истории нашего Отечества, очень важно в учебниках раскрыть значение 18 века, когда Петр Первый открыл в современной терминологии Россию для европейского бизнеса, а Екатерина Вторая открыла Россию для европейских интеллектуалов. Ее переписка с французскими просветителями, с немецкими как раз иллюстрирует эту суть дела. И, наконец, в этом году мы очень много внимания уделили войне 1812 года и показывал роли России для спасения Европы. Сейчас предстоит 13-й и 14-й год, и я думаю, что очень важно показать, раскрыть в школах, в учебниках для всех общественностей значение европейского похода русского предшествующего появлению Альцам Первого нашего императора в Париже, как фактор освобождения Европы от наполеоновского ига. Сейчас в школьном образовании очень большое внимание уделяется российским реформам 19-го века. И это очень существенный момент, который тоже идет в одной сети, в одной связке с реформами, которые были в других странах. Сейчас найдены документы, переписка Александра Первого нашего императора российского и президента Соединенных Штатов тогдашнего Джефферсона, в которой Джефферсон показывал, что он знает о конституционных реформах, которые готовились в России и выражает надежду, что Россия пойдет по конституционной реформы. Ну и наконец реформа середины 19-го века, Александр Второй прежде всего, но Александр Третий. Это все факторы, которые надо учитывать в преподавании. Очень существенно изменились учебники по всеобщей истории до начала 20-го века, где тоже мы отошли от этой идеологической трактовки. Мы в основном концентрируемся на рабочем движении всегда, которое превалировало. Знать, аристократия не получали одобрения в наших советских учебниках. Сейчас другая ситуация, по-другому смотрим на эти все процессы, и это делает историю более интересной и увлекательной. Прежде чем сказать несколько слов об истории 20-го века, я хотел сказать, что вообще в исторической науке сейчас определенная смена вех. Если раньше мы увлекались в основном макроисторией, то есть историей всемирной, глобальной, историей закономерности, сейчас очень большой интерес к микроистории, к истории, которая имеет название «История повседневной жизни, частной жизни». Всех интересует жизнь простого человека, и это привлекает общественный интерес. Представление людей о жизни и смерти, такие темы идут по всему миру, болезни в истории, голод в истории, преступления в истории, женщина и мужчина в истории, старение в истории, недавно я видел прекрасную работу «Трапеза в истории», что люди употребляли в пищу, недавно я видел за границей вышла книжка «Вино в истории», очень интересно, но есть и темы моды в истории, и все это стоит перед учителем очень, я бы сказал, ясную, но очень трудно исполнимую задачу, он не имеет у себя материалов много, показать ученикам эту сторону жизни, и это раскроет историю с другой стороны, она принимает, я это называю, человеческое измерение истории, характеры, это больше всего привлекает сегодня людей, характеры, поведение, страсти, интриги, измены, постоянства, то есть то, что присуще человеку и современной жизни, и он дает возможность познакомиться с этим. Тем более, что историческая билетристика наша, вот эти все романы, они все как раз концентрируют внимание именно на этом. Наиболее сложная задача стоит, конечно, в освещении 20 века. Для нас, конечно, для всех, это уже прошлое далекое, и, в общем, это отстоит довольно далеко от нас. Но страсти очень продолжают быть сильными. До сих пор не утихают страсти, как оценивать советское время, советскую эпоху, как мы оценим распад Советского Союза в 91-м году. Что произошло в России после 91-го года? Речь идет не о монографических исследованиях, не о спорах ученых, а как об этом написать в учебниках. 20 века, две мировые войны, Первая мировая война. Учитель располагает очень малым количеством материалов. Это была забытая война, на ней было некое табу, запрет в советское время, она не укладывалась в идеологические стереотипы. Сейчас начинает разворачиваться работа в связи с предстоящим столетиям начала Первой войны. У нас нет ни одного памятника в России. Всякий, даже самый маленький городок Европы стоит памятник жертвам Первой мировой войны. У нас нет ни одного памятника. Есть один москевый, метро сокол, где-то в захудалом месте, во дворе в каком-то. Поэтому сейчас все это будет исправляться. Ну и, конечно, Велико Отечественная, Вторая мировая война. Есть еще одна проблема, о которой я хотел сказать, которая очень остро стоит для преподавания. Это преподавание истории тех стран, которые сейчас независимы, но которые входили в состав России и Советского Союза. Я возглавляю ассоциации директоров институтов стран СНГ, возглавляю комиссии историков с Латвией, с Литвой, и это сложная задача. Мы сейчас предприняли попытку, издали учебное пособие с украинцами. Называется Россия, Украина на перекрестках истории. В этих странах идут сложные процессы, они сейчас пишут многотомные труды по истории своих стран, но весь вопрос, как нам, нашей преподавательской деятельности, вписать историю этих, ныне независимых государств, в контекст, когда они были в составе нашего государства общего, нашей общей истории. К сожалению, могу сказать, что в этих странах есть определенные круги, не все, конечно, но довольно влиятельные круги, которые, в общем, оценивают период, когда они были в составе общего государства с ознаком минус для них, считая, что вот зло шло от России. Поэтому очень важная сегодня проблема, как обойти эту сторону дела, как перейти к правдивому освещению. это терпеливая, это долгая работа, легче всего сказать, что вы искажаете историю и на этом поставить точку. Нет, надо искать с ними какие-то пути, убеждать их в фактах, документах, которые были. Потому что в некоторых учебниках период, когда они были в составе России, называется периодом колониальным. Я пытаюсь, насколько это возможно, на наших встречах директоров убеждать их, что жизнь гораздо более сложная. Никто не идеализирует то, что было в составе Российской империи, но, с другой стороны, они получили доступ к мировой технологии, к мировой культуре и так далее. Словом, это очень интересная и сложная проблема, связанная с содержанием исторического образования в средней школе. Есть еще один очень важный момент, который надо сегодня сказать, он связан с современностью. У нас произошла большая реформа в средней школе, и теперь для поступления, как известно, в высшее учебное заведение, надо сдавать единый государственный экзамен, так называемый ЕГЭ, единый государственный экзамен, в том числе по истории. В стране продолжаются острые дискуссии на эту тему, критика ЕГЭ, часто справедливая, часто очень излишне эмоциональная, но я убежден, что нельзя одинаково подходить к единому государственному экзамену по математике и по истории, по физике и по литературе. Гуманитарные предметы, какие как история, литература, для того, чтобы человек поступил в высшее учебное заведение, надо видеть не только формальную сторону дела, отцифровку его знаний, но и почувствовать его вкус, его оценку, что он представляет собой понимание им событий. А это единый государственный экзамен не выявляет. Поэтому я большой сторонник того, и кажется, министерство стоит на этой позиции, по крайней мере, руководство, что надо модифицировать ЕГЭ. Этого ждет все учительское сообщество, стопроцентное, могу сказать, по итогам съезда учителей. Я думаю, что в этом направлении надо вести очень целенаправленную и большую работу. С этим связан и большой вопрос, уже связанный с высшей школой. Молодые люди, поступающие в высшее учебное заведение, для них история предстает в двух вариантах. Первый, как профессия. У нас есть исторические факультеты, у нас есть гуманитарные институты, гуманитарного профиля. Здесь есть одна проблема в стране, я думаю, большая недооценка гуманитарного образования в целом. Во всем мире существует точка зрения, что 21 век это век гуманизации, век гуманитарного направления. Но, к сожалению, во всем мире, не только у нас, технократия заедает все. Известно, что бурный рост технологий, он как бы вытесняет это. Интернет часто делает ненужным чтение. Люди могут получить информацию, не читая книг об исторических событиях, в литературе особенно. Это большая опасность для формирования человека, его нравственного облика, его мировоззрения и, наконец, просто его культуры и образованности. Поэтому я думаю, что в этом смысле надо усилить гуманитарную составляющую в высшей школе. Когда-то было решение министерства образования и науки о обязательном изучении во всех вузах России двух предметов истории и философии. Но это сводится к профанации. В основном изучается всего полгода, иногда год, и очень по старым лекалам, по старым программам. Поэтому я думаю, что и для высшей школы стоит такая существенная задача. Но вообще нужна общенациональная федеральная программа патриотического воспитания, программа нравственных ценностей, программа культуры, поскольку культура это существенный элемент. Я недавно прочитал во Франции, прочитал в французской газете очень видного французского деятеля статью, которая называется «Культура матрица цивилизации». Это очень точно сказано. Действительно, культура составляет смысл, сущность, ядро цивилизационных процессов. Поэтому в современном преподавании мало культуры преподается. Она освоится к перечислению имен. Идет какая-то обойма фамилий и все. Поэтому очень важно раскрытие культуры во всей глубине ее. Есть еще один аспект с этим связанный, который определяется, если мы говорим о преподавании истории, смежными предметами. Вообще сейчас во всем мире процветает междисциплинарный подход. Скажем, нельзя историю международных отношений изучать только историками без политологии. Политология, которая берет в основу систему. Международные отношения как систему. нельзя изучать современную археологию без биологии. Нельзя изучать современные демографические процессы без математики. И вот такой междисциплинарный подход очень важен. Есть направление когнитивное исследование. Это когда изучаются мыслительные способности человека, где соединяются биология, антропология, психология, логика. И вот по этой линии сейчас я думаю история должна занять свое определенное место. Мы очень связаны всегда с социологией, связаны с философией. Эти предметы в школе не изучаются. Поэтому мне кажется нужно реорганизовать и преобразовать предмет в школе, который называется общество знания. Мне кажется сегодня он не отвечает современным требованиям. что нужно от этого предмета? Он не должен заниматься такими заумными построениями. Надо дать людям понять, что такое конституция, что такое российская избирательная система, что такое политическое устройство страны, население, права, что такое права и ответственность граждан. И там можно в качестве прикладного преподавать основы права, основы философии, основы социологии и основы экономики. Я думаю, это было бы неплохо. Для всех специальностей это было бы важно, вне зависимости от того, куда пойдет преподобатать тот или иной ученик, окончивший школу. Я уже сказал в начале, что очень существенные моменты в воспитании нашего гражданина это исторические книги, исторические фильмы, сериалы, которых в огромных количествах идут по центральному телевидению, по региональным телевизионным программам. Есть люди, которые очень критически оценивают всю эту продукцию. Я более терпимо отношусь к этому. Конечно, искажение исторической правды это всегда плохо, но, знаете, билетристика, она хороша тем, что она в живой форме повышает интерес к тому или иному предмету, к тому или иному деятелю. А повышение интереса, потом некие неправильные оценки или переборы, как говорят, они постепенно как-то корректируются. А так, сейчас очень большой интерес к историческим личностям, большой интерес к крупным историческим событиям, выпускается огромное количество книг. Часто, конечно, мы недовольны профессиональные историки, что, скажем, тиражи книг по истории составляют не больше тысячи экземпляров, а вот некоторые эти исторические романы, они занимают сотни тысяч экземпляров, иногда даже миллионы экземпляров. Я не призываю, чтобы этого порядочить, но нужно какое-то общественное внимание к этим процессам. Самый лучший ответ на эти вещи, это не запретительный ответ, а просто историки должны писать интереснее и лучше, не хуже, с точки зрения подачи материала, популярности изложения, характера, люди. Я думаю, что это вызовет как раз и будет той самой борьбой против искажения истории, о которой все сейчас так много говорят. Вот недавно вышла во Франции биография нашей императрицы Елизаветы Петровны, она сейчас переводится в России, вышла у нас в России биография Екатерины Второй, Александра Первого. Вот эти работы, они вызывают огромный интерес, они выходят большими тиражами. Я думаю, что это как реакция на тот период, когда этих людей вообще не модно было и даже предусудительно изучать и рассматривать. Вот в такой своей совокупности история постепенно может превратиться в интереснейшую науку, не только как средство воспитания, не только как средство привития мировоззрения, но просто как огромное интересное чтение для самых широких стоев населения. А такой интерес есть. Вот мы сейчас объявили, начинаем издавать 18-томную историческую энциклопедию, первый там уже вышел. Был паниторинг, мы провели по стране, 18-томов конечно людям купить довольно сложно будет в протяжении жизни, но интерес к энциклопедиям и к справочникам очень велик. Практически все слои населения у нас в стране хотят иметь дома энциклопедию, в том числе историческую энциклопедию, в одном томе, в двух томах, в трех, но всем это интересно. И этим занимается весь мир. Справочники издаются по всему миру и пользуются повсеместно. Очень большим интересом. Люди хотят получить справку, они услышали какое-то название, им хочется открыть, посмотреть, когда, что он родился и так далее. Еще одна проблема, которая мне кажется очень интересна, говоря об истории, это привитие интересов у молодежи. Вот мы сейчас устраиваем иногда конкурс научно-исследовательских работ по истории для молодых, для школьников говоря уже о студентах. Вы знаете, такое большое количество очень интересных работ учеников 7-го, 8-го, 10-го, 11-го класса, которых люди очень интересуются событиями. В этой связи возник большой интерес к архивам. С 1991 года у нас произошла настоящая архивная революция. Сейчас, конечно, многие профессиональные историки недовольны, что тельные документы трудно рассекретить, получить, но в целом революция прошла огромная. Я даже не мог себе представить в мои прошлые годы, 20 лет назад, 30 лет назад, что я буду иметь перед собой архивы, документы Политбюро советского периода, документы архива Сталина, сейчас вот скоро выйдут дневники Брежнева, нашли, оказывается, Брежнев ввел дневники. Все это очень интересно. Вышел уже том, документы президиума ЦК о Хрущеве, подробнейшие. Оно меняет наше представление об эпохе, меняет представление даже о строе, в котором они жили. Видно даже при сталинском режиме, что это не была только одна точка зрения, там были как во всяком процессе принятия решений, разные точки зрения, позиции, столкновения интересов. И это все через архивы. Поэтому у нас на съезде учителей истории был доклад начальника Росархива российского относительно архива и истории, получил огромный интерес, вызвал, и было масса вопросов учителей и по конкретной некоторой оценке событий, и по в целом об архивах. Есть еще одна проблема, очень острая и существенная. А как относиться к тем событиям в истории, о которых нам неприятно вспоминать? Трудные события, тяжелые события, но сталинские репрессии, предположим. События, как оценивать Ивана Грозного, который рубил головы, в то же время некоторые рассматривали самого успешного русского царя. Как относиться к Петру I, который открыл Россию, окно в Европу известное его, но в то же время это был жесткий человек, даже жестокий человек. Как соотносить все это с точки зрения оценки тех или иных людей? Это принципиально очень интересный вопрос. С моей точки зрения патриотизм, настоящий патриотизм, это понимание успехов, горд и за страну, но ощущение, что все это было, и люди разные имели в своей деятельности, и плюсы, и минусы. Когда мы говорим о Великой Отечественной войне, это великий подвиг, это самоотверженная борьба и в фронте, и в тылу, но это и коллаборационизм, сотрудничество с нацистами, это и прочие вещи, которые вызывают наше осуждение. Поэтому история чем и хороша, что ее нельзя измерить белым или черным цветом. Я очень большой сторонник и в своих работах, и в своих коллег, сторонник так называемого многофакторного метода в истории, когда берет совокупность разных факторов и разных точек зрения, которые представляются читателям. Я присутствовал на двух заседаниях Совета Европы, которые обсуждали, каким должен быть европейский учебник по истории. Это было заседание в Стамбуле и второе в Осло в Норвегии. Столкнулись две точки зрения. Одна точка зрения, что учебник должен дать нашим молодому поколению в России, во Франции, ну, во всей Европе. основные исторические факты. А вторая точка зрения, что надо научить учебник, истории должен научить детей мыслить и самим оценивать события. большинство участников, я был среди них, которые стояли за второй метод. Да, и учебник должен быть так построен, чтобы вызывать у ученика, вызывать у наших детей, которые уже старшие, взрослые люди, не говоря уже о студентах, чтобы они сами оценивали те или иные события. Это формирует их гражданскую позицию. Это формирует их понимание того, что в истории всегда, как и в жизни каждого человека есть выбор. И вот этот выбор на протяжении всей истории очень важен. У нас такая есть расхожая формула, что история не терпится отлагать на наклонение. Да, это правильно в том смысле, что она развивалась так, как она развивалась. Эти уже случилось. Но это не исключает того, что были разные варианты. Но представьте, в 17-м году Николай II не отрекается от престола. Он остается императором. Он подавляет заговор верхушки генералитета, который уговаривал его отречься. И, может быть, события пошли бы совсем по-другому. Представьте себе, что в ту же эпоху не Ленин возглавлял бы большевистскую пау, это крайнее бланкистское крыло социал-демократии, а кто-то другой. Это тоже изменило бы как-то ситуацию. Поэтому я думаю, что вот это понимание, что история человечества это всегда проблема выбора, это всегда проблемы очень сложные. Это, мне кажется, очень важный элемент, который содействует воспитанию наших людей в духе патриотизма, гражданственности и понимания истории как живой науки, которая учит нас знать прошлое, понимать его и оценивать с точки зрения сегодняшнего дня. В заключении я хотел бы, может быть, обратиться и к учителям, к детям, сказать им о том, что предстоит в ближайшее время выходит по истории очень важное, что, мне кажется, должна была подписаться каждая школа и интересная учителям. Значит, реализуется очень амбициозный проект «Шеститомная всемирная история». впервые в истории нашей страны, в истории современной России готовится такое издание. В советское время выходили 13 томов, это были 60-е годы, но это было, это неплохое было издание, но, конечно, оно было идеологизировано, сейчас готовится вот это. Идет подготовка к многотомной истории России, я думаю, что она начнется с следующего года, и это тоже надо иметь в виду, что школы и учителя могут это иметь в виду. Я уже сказал в исторической энциклопедии, которая идет, вышла сейчас прекрасная работа «Четырехтомник истории международных отношений» от фестфальского мира 17 века до современности, до 90-х годов. Я думаю, это очень фундаментальное исследование, оно выполнено в Институте, в Московском институте международных отношений в университете. И есть еще большое количество разных работ. И, наконец, самое последнее, что я хотел бы сказать, наибольшая трудность, которая стоит перед нами, как отобразить последние 20 лет нашей жизни. Я должен сказать, просто проинформировать, что это большая трудность для нас, для исторического сообщества. Мы пытаемся выработать какую-то общую позицию, ее очень трудно найти, потому что есть разные и сегодня политические силы в стране и в России, которые по-разному оценивают то, что произошло 20 лет назад. Поэтому мы сейчас работаем над тем, учитель очень заинтересован в этом, вузы очень заинтересованы в этом. Мы хотим создать некое учебное пособие отдельно, в котором было бы рассказано фактическая история и даны некоторые, может быть, консенсусные оценки значения того, что произошло 20 лет назад для современной России. Все.